Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в городском округе Люберцы. Продолжает свою работу Совет депутатов городского округа. И у нас сегодня в гостях депутат Совета депутатов городского округа Люберцы Александр Петрович Мурашкин. Здравствуйте, Александр Петрович! И сразу же первый вопрос. Доброго здоровья и вам! Весна для всех – начало чего-то нового. И хотя в этом году зима особо-то нас не порадовала, с другой стороны, с точки зрения, наверное, сложных погодных условий, может быть, и хорошо, что так было. И вот начинается весна. Как весну встречают депутаты городского округа, в частности, Александр Мурашкин? Ну, мы, наверное, тогда отойдем от законотворческой деятельности депутата, что в первую очередь, наверное, входит в его обязанности, а перейдем сразу, наверное, к работе на земле, в округе. Там, где люди. Там, где люди, поближе к людям. Потому что вот даже вот сейчас, совсем недавно, в Инстаграме я выступал и выходил там на, скажем так, объект, на землю. И люди пишут, вот надо не по кабинетам сидеть, а именно так работать, выходить к людям ближе, ну, чтобы общение это было, понимание это было. Ну, я здесь полностью согласен. Но, с другой стороны, надо же налаживать связи, потому что вы получаете некий наказ, просьбы, иногда требования, и все равно надо вот эту связь держать с разными людьми, кто это будет делать. Ну, безусловно, дело в том, что я уже сколько лет я здесь тяну эту лямку, хорошую, понимание. В хорошем смысле слова. Да, и я же уже тоже, уже связи-то налажены, где-то сегодня уже есть и телефонные правы, я могу где-то по телефону ряд вопросов решить, прямо непосредственно с точки, как вот и было. На месте. На месте. Быстро, да. Быстро, конечно. Конечно, это даже во время приемов граждан проходит именно в таком вот ключе, что вопрос решается оперативно, а не из того, знаешь, это... То есть... Зайдите в конце недели лучше следующей, у меня такого не бывает. То есть есть некий запрос на то, чтобы депутаты работали на конкретных участках, встречались с конкретными людьми, которые там живут только так, только так. Своими ногами до каждой квартиры. До каждой квартиры, вот до такой степени. Вот даже сейчас взять вручение медалей к 75-летию победы, мы, наверное, будем в процессе передачи к этому возвращаться. И ведь я был завязан на 20-ю гимназию, вручали медали, но не все смогли прийти ветераны. По тем или иным причинам. Кто-то уехал, забрали дети, кто-то не смог по состоянию здоровья прийти. И таких более ста человек. И вот задачу, которую ставлю я перед собой, депутаты с моего избирательного округа, мы о них тоже сегодня сказать должны обязательно, и мы ногами каждому ветерану. А списки все составлены, проверено, сверено, не получится так, что кто-то не дождется своей медали. Спаси и сохрани. Тут вот один вопрос такой, даже на встрече с главой ко мне обратился избиратель, там с бабушкой, какой-то справки не хватает, и то мы этот вопрос сегодня решаем. Каждая медаль должна дойти до своего героя. Это... До праздника. До праздника. До праздника такие задачи мы ставим перед собой. Хорошо. Но о празднике мы поговорим во второй части нашей сегодняшней программы. А сейчас давайте поговорим о том, все-таки какой была зима, подведем немножко итоги. Что удалось сделать из тех планов, которые намечались. Как вообще, как вы считаете, вот ваши жители, там где вы работаете, как депутаты, и в целом городской прокруберцы. Зима хорошо прошла? Ну, вы сами видите, что в этом году зима была не по-зимнему теплая, снега мало. Поэтому, с одной стороны, хорошо сейчас и убирать его так много не надо. Сколько сэкономлено бензина-то? Да, средств, в том числе бюджетных. И город, я должен заметить, он же в течение всего этого периода убирался сотрудниками служб городских, управляющих компаний. И я должен заметить, что город, в принципе, он такой вот у нас сегодня чистый. Вы, к слову, чистый видите. Да, я к этому. И есть, конечно, там отдельные места, но это не без этого. На них мы и обращаем внимание исполнительной власти. Вот как-то совсем недавно, да, на встрече с главой городского округа, жители с молодежной улицы задали вопрос, что был свален строительный мусор вдоль улицы на обочине. Я лично туда тоже пришел, посмотрели. Да, это так, это безобразие форменное. Глава поставил задачу в течение двух недель вот это вот все привести в надлежащий вид. Ну, вот она как раз и эта взаимосвязь. То есть люди задали вопрос, понимаете, и, конечно, он не ушел куда-то в сторону. Вот у меня сейчас тоже такой вопрос. В разных городах, там, где, ну, скажем, южнее, да, страны, там даже все работы, которые обычно начинаются в апреле, да, уже начинаются в марте. Имеется в виду приведение в удобоваримое состояние всего, да, там газоны, где-то травка начинает уже пробиваться, где-то уже дороги ремонтируют, да, раньше времени, потому что вроде и синоптики говорят, что не будет никаких больше возвращений зимних. Мы к этому сегодня готовы каким-то образом уже или будем ждать все-таки апреля? Ну, мы в планах всегда для себя ставим, прежде всего, конечно, это организация жителей на субботники. Но они в апреле проходят. Ну, а зачем мы их сдвинем раньше, безусловно, учитывая, что уже сегодня передают, как вы сами заметили, до 10 градусов. Ну, а что нам мешает уже сегодня наводить порядок, а не дожидаться там апреля или майских праздников? Уже сегодня навести элементарный порядок на придомовой территории. Не все, конечно, жители такие, там, скажем, активные. То есть без жителей порядок навести невозможно? Его невозможно и навести порядок без жителей, его невозможно поддерживать порядок без активных таких граждан, которые вот они у нас на округе практически в каждом доме есть, там и старшие по дому, и лидеры общественного мнения. Они всегда со мной на связи. Вот сегодня работать стало в какой-то степени, наверное, интенсивней, а с другой степени депутат, он действительно доступен. Если порой даже не надо там проводить приемы граждан, хотя мы проводим по средам, в библиотеке, как положено, но это в основном приходят люди уже старшего возраста. Как говорят, старой формации. Да, ну мы всегда доступны, мы всегда открыты. А вот молодежь сегодня, я в свое время всегда и до сих пор раздаю визитки, там мой мобильный телефон, вы всегда можете в любое время позвонить. Ну, плюс интернет, мессенджеры, всевозможные. Конечно, то есть настолько вот, ну, это доступность всегда вот, ну, прям вот, ну, моментом мы какие-то вопросы решаем. Вот сегодня даже утро, казалось бы, а уже два гражданина обратились по телефону, и мы сегодня по телефону решаемся. А что просят? Вот какие самые главные вопросы? Вот сейчас весной. Я бы не стал распространяться, дама звонила там, ну, действительно, очень личный, очень семейный вопрос, оставим в стороне его, да? А второй вопрос, ну, он тоже какого характера инвалид? За квартплату долг растет от того, что он не может там дотации получать, потому что бывшая супруга, она там не дает справку 2 НДФЛ ему, чтобы подтвердить эти дотации. И вот человек вот в таком состоянии, хотя, ну, у него очень тяжелое заболевание, и надо помочь, потому что ведь сейчас эта квартплата и будет бесконечная расти, надо какой-то найти выход в рамках закона и оказать содействие. Ну, надо пойти к бывшей жене, пойду и к бывшей жене, ну, человеку надо помочь, он сегодня оказался в тяжелой ситуации. То есть вам даже приходится, скажем так, принимать участие в решении очень личных вопросов, то есть разговаривать с супругами, разговаривать с детьми, и разговаривать с людьми, ну, которые могут повлиять на решение конкретного личного вопроса. С детьми, с подростками, потому как и сегодня где-то и подростки оказываются в тяжелых жизненных ситуациях, и родители, ну, порой доверяют мне, ну, провести какую-то разъяснительную, воспитательную работу. А самое главное, я как считаю, что человеку надо чем-то увлечь, этого молодого парня или девушку мы, конечно, в своей ряды всегда берем, на какую-то общественную работу, скажем так, переформатируем, и смотришь уже, ну, совсем другой человек. Те отменяются, да, ну, потому что он понимает, что в нем заинтересован, и его участие в жизни важно. Ну, мне легче, да, работать, скажем так, вот, ну, с молодежью в этом плане, да, потому что я очень определенное, ну, долгое время я отработал в школе учителем, и мне это все ясно, все это понятно, и как-то... То есть педагогический старш вам помогает в данном случае. Хорошо, я вернусь к людям, которые, да, вот мы пережили зиму, идем в весну. Сегодня, если раньше все-таки депутат, это было что-то такое вот где-то там высоко, и, как вы сами говорили, да, не каждый мог дозвониться, и не просто дозвониться, не каждый мог даже взять телефон и рискнуть позвонить, потому что почему-то он считал, что депутат ему ничего не решит. Сегодня, как вы считаете, народ стал ближе к депутатам, а депутаты к народу? Вот вы говорите, вы пришли на землю, а сами люди, как реагируют на депутатов, не только на вас, а вообще на депутатов? Ну, во-первых, надо, давайте мы все-таки по именам назовем наших депутатов, нашего пятого избирательного округа, который начинается от поста, как мы говорили всегда, на высшей школе, и сегодня он через центр, через наш знаменитый крест, он уходит туда, на северную часть города, округ действительно большой. Ну и нас, четыре депутата, это Татьяна Мельник, Павел Софьин и Сергей Непомнящий, ну и ваш покорный слуга Александр Мурашкин. Вот нас четыре депутата, ну и мы стараемся как-то, ну, всегда, естественно, мы на связи между собой, стараемся, ну, распределить свои силы, чтобы дойти до каждого. Люди реагируют по-разному. Конечно, встречаться с людьми, многие боятся, ну и напрасно. Я, вот, например, в легкую иду всегда навстречу. На контакт. Ну, контакт, сначала, конечно, но если вопрос там более серьезный какой-нибудь, ну, естественно, там вот это вот получаешь по полной программе, ну-ка, всегда расходишься на доброй ноте. То, что люди высказывают свое мнение и имеют свое мнение, это вообще замечательно. Я не всегда скажу, разделяю эту точку зрения. Но, тем не менее, я всегда выступлю на стороне этого человека, чтобы он имел право высказать свое мнение. Вот это очень важно. И, естественно, если это объективная такая, как я ее принимаю, критика, что она конструктивная, естественно, и ты что-то меняешься, где-то переформатируешься, подстраиваешься, потому что, ага, вон оно, народ. Ты работаешь для кого? Для народа. Прежде всего, ты должен исполнять то, что нужно народу, а не то, что ты там сам себе придумываешь в голове. Поэтому... Ну, то есть, веры депутатам сегодня больше? Вот этот вопрос, наверное, меня где-то в тупик встать. Но, во всяком случае, я могу сказать за себя. Мне верят. Мне верят, потому что я стараюсь исполнять то, что я обещаю. Вот в процентном соотношении из того, что обещано, сколько уже вы выполнили? Ну, опять-таки, так сказать невозможно. Я то, что обещаю, я до ума довожу. О! Вот до ума довожу. Думаю, хорошая формулировка. Мы сейчас делаем небольшую паузу, после чего вернемся сюда в студию, где у нас находится депутат Совета депутатов городского круголюберца Александр Мурашкин. И поговорим, я думаю, о двух таких важных, на мой взгляд, направлениях. Это о грядущем юбилее Победы. И, конечно же, о ближайших планах, о том, что как депутат, как представитель целого корпуса депутата вы планируете. Потому что, действительно, уже и весна, потом юбилей Победы, а потом и лето. Такой период, когда многое нужно успеть для того, чтобы... Кто его знает, вдруг следующая зима с двойным ударом нас встретит. Сейчас сделаем небольшую паузу, а потом вернемся в студию. Напомню вам, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко, а в студии у нас депутат Совета депутатов городского округа Люберцы Александр Мурашкин. Александр Петрович, давайте поговорим сейчас о юбилее Победы. Отдельным таким пунктом выделим в нашей программе. Вот вы в первой части коснулись раздачи медалей, что такая ответственная работа. Но помимо медали, наверное, есть масса других событий, мероприятий, которые связаны и с ветеранами, и с проведением каких-то акций. Как депутаты к этому готовятся? Дело в том, что задача прежде всего это человеческая. То есть дойти до каждого ветерана. В моем понимании, мы вот лично так и поступаем, не только я в День Победы вспоминаю ветерана. Ветеран это всегда, это каждый день. Как вот в Японии нет там Дня Учителя, у них каждый день. Учитель это на высоте. Так и здесь. Каждый день. Потому что это история нашей страны. И я стараюсь каждый день. Вот оно, счастливые мгновения, счастливые моменты. Ты сегодня можешь пообщаться с этим ветераном. Не откладывай это на завтра, на послезавтра, или к юбилею Победы. Каждый день. Вот сегодня наша задача, которую наши молодогвардейцы, молодая гвардия Единой России, поддержали. Ведь до каждого ветерана дойдем, кому это надо. Значит, мыть окна, помыть и убрать квартиру. А какая-то... Во-первых, программа... Во-первых, опять-таки, это же не только в День Победы мы это делаем. Какая-то программа есть. Почему? Потому что, ну, ведь не секрет, что, наверное, как-то списки надо сверять. Мало ли, где-то кого-то случайно вычеркнули. Я... Какой план работы с депутатами, с ветеранами? Объясню. У нас четкая взаимосвязь, так скажем, на местах. У нас очень сильная общественная организация, ветеранские, к примеру, возглавляет вот у нас на высшей школе, там, Портнова Анна Дмитриевна, Зайчикова Анна Александровна. На кресте здесь, в центре, Вишневская Алла Серафимовна, Андреева Маргарита Алексеевна. Очень сильные организации инвалидов, общественные организации. Бондаренко Анна Владимировна, Зенина Софьи Федоровна, Совет Старейшин возглавляет. Дети войны. Та же Поликар Ольга Петровна, Галина Сергеевна Аринина. Дети войны. Мы стараемся со всеми держать связь. У них все списки есть. До каждой квартиры эти наши общественники доходят. И мы знаем положение дел у ветерана в той или иной семье. Кто на дачу уехал, кто, значит, к сыну или к дочери и так далее. А кто дома остался. То есть, правильно я понимаю, что вы следите за ветеранами не только те, которые, ну, в силу ряда причин, в одиночестве или там как-то далеко родственники уехали, но и даже за теми, у которых здесь присутствуют родственники. То есть все депутаты, все ветераны под контролем. Безусловно. И, естественно, эти списки сверяем. К сожалению, мы это видим и понимаем. Умирают наши люди. И вот он, казалось бы, совсем недавно я поздравлял мужчину с 95-летием. А тут уже в 20-й гимназии, когда вручал медали, пришла супруга в трауре, в черном платке. И я понимаю, что его не стало. Она говорит, да, ушел 9 дней, как вот отметили. Хорошо. Ну, а как вот речь, вот конкретная помощь? Что это? Вот вы говорите, мыть окна, еда. Элементарно. Есть у нас такой участник войны, Николай Владимирович Гордеев. На улице Космонавтов проживает. Ну, и обратился он с такой просьбой, через Совет ветеранов это на просьбу-то прошла. Значит, когда вот это менять, телевидение аналоговое и так далее, значит, пришли умельцы, у нас и такие есть, не без водов, значит, которые ему, извините, а другого слова нет, впарили какой-то там приемник непонятный за бешеные деньги. Ну, я считаю, это не люди. На их совесть. На их совести, да. А и в результате он все равно там без телевизора остался, а он так любит спортивные программы. И, значит, мы там с депутатами посовещались и приобрели ему такой хороший, достаточно дорогой телевизор. Ну, я сказал, как себе, вот, ветерану. Значит, ну и пришли мы с ребятами, с юноармейцами, значит, поздравить его, вручить этот телевизор. Тут же там его настроили, все сделали, как он и просил, спортивные программы. Программа, программы. И он после этого, заходите еще ко мне в гости, не забывайте. И мы-то не забываем. Мы заходим, потому что, ну, ему даже такого элементарного общения порой не хватает. А нам-то за счастье. Он ведь нам столько расскажет, что мы ни в одной книжке, ни в одном учебнике это нигде не найдем и нигде не подчеркнем. Вот она, связь поколений. А я в свое время это расскажу уже своим детям, как в том самом реквиме. Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили. Вот это тот самый случай. Понятно. 9 мая, что на сегодняшний день уже конкретно к этому дню? Какая-то будет программа, какие-то специальные? Или пока вот идет подготовка такой в план? Идет подготовка, администрация очень активна в этом направлении. Я так понимаю, председателем этого НОРК комитета в достаточной степени, я так понимаю, Ирина Геннадьевна Назарева будет. Она всегда так тоже проникновенно к этому делу относится. Вот сегодня, кстати, заседание будет. Среди, понятно, что эта тема поведения будет. Мы сегодня как раз вот уже сам праздник, мы его разворачиваем. Естественно, традиционно это будет встреча, это будет митинг, это будет шествие по городу, естественно, возложение, естественно, шествие бессмертного полка. Да, мы вынесем вот это вот как раз знамя, о котором я вам рассказал. Благодаря вашей передаче я верховых Елены рассказываю об этом знамени. Думаю, а я-то чего? Я стихи перед этим знаменем рассказываю, а сам до сих пор не увековечил имена своих бабушек и дедушек. Ну вот, заказал сейчас, скоренько тоже приобщился к этой акции. Хорошее дело, молодцы. То есть к флагу речь идет о том, что флаг состоит из лоскутков, и на лоскутках имена ветеранов, которые участвуют в этой Америке. Это вот наша общественная организация «Женщины под Москвой». Все-таки вот я говорю... Флаг растет по нашим данным. Растет, растет, безусловно. Я хочу сказать, вот она, пожалуйста, деятельность этих общественных организаций. Но вот тут еще один такой маленький вопрос. Многие им задаются. Пройдет 9 мая, 75, юбилей, особый день, и забудут про ветерана. Ну, это, опять-таки, камень не в мой огород. Я о ветеранах помню всегда. Еще раз говорю, ежедневные у меня практически беседы с Анной Дмитриевной, с Зайчиковой, значит, Анной Александровной. Мы стараемся... То есть проработать? Алло, 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 куда бежать? А вот кроме помочь? Да, кроме ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов других боевых действий, вы как-то ими занимаетесь? Ну, во-первых, у нас на округе проживают воины-интернационалисты. Безусловно, многие из них находятся тоже порой в неловких ситуациях жизненных. Приходится оказывать содействие им. Я всегда чту человека, который отдал свой долг нашей Родине. И для меня это выше всех похвал, помочь этому человеку. Но они более скромные люди, я должен заметить. Но, тем не менее, есть такие... То есть они тоже попадают под вашу помощь? Ну, у нас же ветераны, да, участники боевых действий. Это все одна организация. А главный у нас, это, конечно, генерал-майор Юрий Александрович Орехов, который уже долгие годы возглавляет нашу вот эту большую, теперь окружную ветеранскую организацию. Ну и в завершение нашей программы, какие планы на этот уже год 2020? Какого вроде недавно встречали, а он уже идет по полной программе. Я же вам сказал, да, благоустройство, это никуда не денешься. Это как в армии, командир меня учил весной. Значит, занимаемся территорией, а зимой казармой. Вот, ну а тут у нас... То есть уборка территории, покраска, подготовка деревьев, обрезка... Посадка деревьев, это обязательно каждый год. Вот там взять у нас там объекты, та же березовая роща, просят обязательно дополнительные детские площадки. Они там уже у нас в графике, у исполнительной власти, администрация знает. Очень много появится площадок в городском нашем, в избирательном округе. Затем вот попросили, она в бюджет тут никак не бьется, но мы что-нибудь придумаем с источником финансирования, безусловно, в рамках каких-либо программ, площадку для выгулу собак. У нас вот ее нет, люди просят. И обязательно надо добить. Я еще ответа не видел из администрации, но надеюсь, что там положительный придет ответ. Делают хорошие. Какая-то особая площадка, прям большие средства, что ли? Но тем не менее, все равно надо и огородить эту площадку, и подсыпку грунта провести, и благоустройство элементарно. А вот вы сказали... Ну и определенный, почему бегают, собачки прыгают. Ну, в адреналу. Инструментарий, назовем это так. Скажите, пожалуйста, а что такое источник финансирования? Ну, во-первых, любое дело требует определенных бюджетных вливаний, конечно. Речь идет о бюджетных или нет бюджетных? Не станешь ремонт дома, затеешь ремонт, а сам без копейки денег. Ну, прежде чем что-то сделать, надо сказать, что-то скопить и понимать, откуда я... Но, насколько мне известно, депутаты всегда сетуют на то, что бюджета-то на всех не хватает. Значит, есть какие-то дополнительные источники финансирования? Ну, вы знаете, зачастую приходится обращаться и где-то к предпринимателям, которые... Спонсорская деятельность. Конечно, но не только же мы на бюджет... А они не просят, вот мы вам дадим денег, а ты пролоббируй там наши интересы. Ну, до такой степени не доходило. Как я говорю, я никому на крючки-то никогда не высаживался. Я разговаривал исключительно с порядочными людьми, которые хотят что-то сделать, в том числе и для нашего города. Но мы же здесь живем, мы должны любить наш город. Но если есть на контакт люди такие идут. Конечно. Ну, вот взять того же предпринимателя Филимонова, Дмитрия Борисовича. Ну, таких я могу по округу много привезти. Ну, вот надо там тоже идет на свои средства, там ремонтируют памятники героям Советского Союза. Столы теннисные закупает, привозит, устанавливает. Ну, есть такие вот. А вот люди знают... Коберта Ахеда, вот там у нас руководители магазинов, которые тоже всегда... Сейчас вот 9 мая, там где-то они там и подарочные наборы, и еще что-то. А люди знают, другие, о том, что вот есть другие предприниматели, да, которые принимают участие? Вы как-то говорите, что вот, я не знаю, там условная площадка какая-то сделана, да, при участии вот таких людей? Конечно, но я же на себя-то одеяло не тяну, что это я такой красивый. Не, я не в том смысле, просто чтобы люди знали, что есть... Родина должна знать свои герои, да, безусловно, я всегда говорю и пишу, и в газетах мы благодарим. И вот посредством ваших передач тоже мы говорим слова благодарности этим ребятам. У нас остается одна минута, а какие сложности сегодня у депутата Мурашкина есть? Я их не вижу. Ну, устаешь тоже как человек, вот единственная сложность. А так? А так нет. То есть процесс идет? Процесс идет. В любом случае, где-то, если даже устанешь, ну, ничего, отдохнешь и дальше. Понятно. И депутатский корпус, я так понимаю, готов к встрече весны, к встрече... У нас очень дружный, хороший депутатский корпус. И если где-то там что-то не ладится, обязательно обращайтесь, любые вопросы будем решать. Ничья просьба без внимания не останется. Все, что обещают депутаты, ходят во время встреч избирательных, это все исполняется. Это не пустые звуки. Я вот вижу таких среди себя, среди коллег, вот, и сам себя нахожу. То есть их вижу такие. Все обещания реальные, в принципе, если взяться всем миром, то решить эту проблему можно. Безусловно. Ну что ж, спасибо большое, Александр Петрович Мурашкин, депутат Совета депутатов городского округа Люберцы. Рассказал нам сегодня о том, как он, как депутат, работает на своем избирательном участке. О том, как идет подготовка к 75-летию Победы. Ну и, собственно говоря, как вообще идет подготовка к уже наступившей весне 2020 года. Спасибо вам большое. С вами был Николай Пивненко, и это была программа «Открытый диалог». Счастливо. Субтитры подогнал «Симон»